Я попала на конкурс, наверное, совершенно случайно, увидела рекламу в интернете и подумала, что загорелась желанием сразу же и решила, что это мое. Я пыталась два года назад, тоже на этот конкурс, но была еще маленькой, было 14 лет. Ну и решила в этом году попробовать еще раз. На самом деле, когда исполняется твоя мечта с детства, это замечательно. Ты чувствуешь какое-то внутреннее удовлетворение, веру в себя. Это помогает жить? Да, а ты что-либо скажешь? Я не знаю. В первую очередь для себя. Это очень приятно. Самооценка повышается. Я очень рада, что заняла второе место. Не первое, но я считаю, что это тоже большая победа. Девушки, извините, а вам сколько лет? Я понимаю, ты еще учишься, а ты уже у нас закончила или еще обучаешься? Я обучаюсь на втором курсе медицинского университета. А, на втором курсе? Поступаю на юридический. А ты у нас чем-то учусь? Учусь в школе, в 11 класс только перешла. А, собственно, после Мисс Приморья, каково ощущение, что появилось какой-то новый этап жизни у вас? Или все осталось как по-прежнему, как вы жили до этого? Вы были простыми девочками, которые учатся на втором курсе, а другая переходит в 11 класс? Или какие-то изменения произошли? Я думаю, что да, многое меняется в жизни. Слава? В том числе. Ну, к вам стали подходить на улицах, узнавать, брать автографы? Меня узнавали, честно. Но, насколько я знаю, ты у нас пробовалась еще и в проектах Тусару Новые лица. Да, тоже прошла финал. И вот на этой неделе мы ведь победителя очень ждем. А у тебя Эльна? Я бы не сказала, что у меня кардинально поменялась жизнь. В принципе, я никогда не была такой маленькой, тихой девочкой. В принципе, всегда была яркая. Но тут такой титул, в принципе, по сути, ничего не поменялось. Ну, конкурс Мисс Приморья. Как он происходил? Вот когда, собственно, начался этап подготовки, я насколько знаю, у вас были одни репетиции постоянно, где-то вам давали задания различные. Ну, вот как вот этот этап? Нервничали, наверное, сильно, но это трудно перенесли? Нет, на самом деле мы месяц занимались подготовкой. И в дружеской обстановке это проходит довольно-таки легко. Наоборот, приятно. Спасибо. Спасибо.